Приветствую всех у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Крепка ли поддержка Украины в США? Угасает ли в США энтузиазм в отношении поддержки Украины? Что думают в метагоне о возможности победы Украины? Почему ведущие газеты США предоставили свои страницы критикам масштабной помощи Киеву? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с историком Юрием Фештинским и правозащитником Юрием Ерымагаевым. В последние дни в двух ведущих американских газетах появились публикации, чей тон заметно выбивается из привычного тона статей, посвященных войне в Украине. 7 февраля Нью-Йорк Таймс публикует комментарий постоянного автора Кристофера Калдвилла. Название говорит само за себя. У России и Украины есть стимул к переговорам, у США другие планы. Калдвилл считает, что Украина не сможет выиграть долгую войну с Россией просто в силу неравенства потенциалов двух стран. И Соединенные Штаты, поставляя Киеву современное вооружение и оказывая логистическую поддержку, втягиваются в войну, в которой у Соединенных Штатов нет жизненной ставки. Это мнение не новое, но прежде оно редко выбивалось за пределы маргинальных изданий, обслуживающих узкую аудиторию. 13 февраля в другой газете Вашингтон-Пост вышла большая статья, в которой со ссылкой на многочисленные, не названные по имени источники, по сути, оспариваются формальные тезисы Белого дома в отношении Украины. В статье утверждается, что администрация Байдена предупредила Киев, что к лету уровень американской военной поддержки может снизиться. И поэтому украинцам необходимо как можно скорее достичь успеха на поле боя, пока эта поддержка велика. Разъясняя фразу президента Байдена о том, что помощь будет продолжаться сколько потребуется, собеседник газеты уточняет, что речь идет о продолжении помощи, но не о ее объемах. Источники газеты в администрации Байдена также говорят, что американские разведслужбы пришли к выводу, что освобождение Крыма в нынешних условиях за пределами возможностей украинской армии. Можно ли за появлением этих материалов проглядывать изменения настроений в Вашингтоне? Вопрос Юрию Ермогаеву. В никакой мере не означает смену настроений. Это означает активизация оппонентов этой поддержки, которую мы видим и имеем, особенно с избранием нового конгресса. Они пытаются нас убедить в том, что среди американцев, среди американского населения эта поддержка падает. Но на самом деле никаких аргументов серьезных они по этому поводу привести не могут. Например, в одной статье в качестве аргумента говорится о том, что меньше американцев сейчас считают Россию основной угрозой. Ну и что? Угроза угрозой, а воюет в данный момент Россия. И, естественно, надо поддерживать максимально Украину. А когда я смотрю на реальные оценки общественного мнения разными полами, я вижу, что по-прежнему, по крайней мере, от двух третий до трех четвертей американцев считают, что поддержку надо продолжать. И даже большой процент считает, что ее нужно усилить и ускорить. Еще один пол, например, Галоповский недавно показал, что с августа прошлого года на январь этого года поддержка не снизилась совершенно. Но вот главный фактор, как мне кажется, в вопросе того, насколько эта поддержка сильна и будет продолжаться, которая пока я не увидел ни в каких полах, это вопрос, насколько американцы все больше, как мне кажется, считают, что это их война. Вот это, по-моему, самый важный фактор, что это их война, что Россия их враг, что Украина сильный и надежный союзник в этой войне. И мне кажется, что вот это понимание, ощущение о стране увеличивается, и оно в конечном итоге будет главным, потому что это их война, то это война, которую нужно выиграть, ее нельзя проигрывать. И, соответственно, поддержка Украины будет в большой степени следствием этого. При этом проблемы с поддержкой преуменьшать никак не хочу, потому что, как я уже сказал, что с избранием нового Конгресса оппозиция этой поддержки усилилась, она усилилась в консервативной прессе. И вот я, к сожалению, мало вижу представителей Украины, включая их посла, которые проводят большую работу в этом направлении необходимую. Надо отдать должное Зеленскому, он, конечно, делает очень много и очень хорошо и успешно. Но остальных я практически не вижу ни на экранах американского телевидения, ни в американских газетах представителя украинской власти, которые бы опровергали главные аргументы оппозиции этой поддержки и объясняли бы американцам, насколько это поддержка в их собственных интересах. Юрий Ферштинский, вот наш собеседник приводит свои наблюдения и данные опросов, которые показывают, что уровень поддержки Украины остается высоким. Около 65% американцев в среднем высказываются за поддержку Украины оружием и деньгами. Но число тех, кто считает, что поддержка должна продолжаться, сколько потребуется, снизилось до 48%, на 10% за последнее время. И такое же число опрошенных, 47%, считает, что Вашингтон должен призвать Киев достичь мирного соглашения как можно скорее. При этом большая часть респондентов считает, что ни у одной из сторон нет перевеса на поле боя. Это опрос респектабельного Чикагского совета глобальной политики. И подобные тенденции отмечаются в других опросах. Видим ли мы перемены в отношении американцев к поддержке Украины? Во-первых, мы живем в стране, где действительно у разных людей есть разная точка зрения, и они имеют право ее высказывать. Во-вторых, в преддверии Второй мировой войны, во время Второй мировой войны и в Америке, и в Европе были достаточно сильные пронацистские настроения и пронацистское лобби в Америке было достаточно сильное. Ну, по крайней мере, до того момента, как Америка вступила во Вторую мировую войну на стороне Англии. Поэтому это тоже нас не должно удивлять. Я думаю, что есть некий объективный ход событий. Объективный ход событий заключается в том, что Путин никому не оставил выбора и выхода. Вот точно так же, как Гитлер в какой-то момент, да, с какого-то дня уже всем стало понятно, с сентября 1939 года, что Гитлер никому не оставил выхода. И не то, что американцы вот просто мечтают помогать Украине и хотят из своих налогов поддерживать украинский народ. Но есть некая реальность. Эта реальность, она понимаема, я думаю, и в Белом доме, независимо от того, кто там будет президентом, за исключением Трампа, и в Конгрессе. То есть оппозиция, конечно, есть. В Конгрессе в том числе. Иногда это оппозиция со стороны правых, иногда это оппозиция еще и со стороны левых. Как раз «Нью-Йорк Таймс» странным образом солидаризирует иногда с самыми консервативными изданиями. Но реальность заключается в том, что все хотят эту войну закончить. Будем откровенны. С первого дня этой войны, с 24 февраля. Но мы прошли через три стадии. Первая, когда все готовы были закончить эту войну через капитуляцию Украины, но как-нибудь по крымскому сценарию. Не получилось, потому что Украина стала сопротивляться и отказалась капитулировать. Затем было много попыток и со стороны Байдена, и со стороны Макрона закончить эту войну через переговоры между Россией и Украиной, между Путиным и Зеленским. И стало со временем понятно, что это невозможная вещь. Поэтому сейчас мы на третьем этапе, когда все большему и большему количеству политиков в Европе, не говоря уже о военных руководителях в Европе и в Северной Америке. Понятно, что эту войну, да, необходимо закончить, но остался один единственный путь ее закончить. Через поражение Российской Федерации. Поэтому при любой критике Байдена, и, кстати говоря, критика Байдена еще же есть со стороны людей, которые считают, что он недостаточно помогает Украине, и что эту помощь нужно оказывать активнее и агрессивнее. Поэтому понимание, что выхода нет, что Украина сейчас держит удар, что есть глобальная угроза европейскому миру, может быть, даже и миру в целом, со стороны России, и что да, сейчас, опираясь на помощь Украины, нужно попробовать эту проблему как можно быстрее решить. Юрий Ермагаев. Один из основных аргументов критиков украинской политики администрации Байдена заключается в том, что Белый дом четко не определил цели и задачи американской помощи Украине. На каких условиях она будет продолжаться, что с точки зрения США будет рассматриваться победой Украины. А продолжающаяся поддержка бесконечной войны попросту нереалистична. Что бы вы ответили на этот аргумент? На этот аргумент я бы ответил, что я как раз в какой-то степени согласен и рад, опять же, за то, чтобы байденовское правительство определило цель этой войны как полную победу Украины над Россией. И это действительно должно быть целью этой войны. Это цель реалистическая. Из нее прямо вытекает, что эту поддержку нужно усилить и ускорить. Потому что главный аргумент против бесконечной поддержки – это дать Украине возможность победить как можно скорее. Вот и все. Тогда никогда бесконечная поддержка не будет нужна. И Украина уже показала, что эта возможность существует. И, к сожалению, замедление этой поддержки приводит к ровно обратному эффекту. И мы это уже видим. Украине удалось большими усилиями и потерями, конечно, одержать несколько блестящих побед осенью прошлого года. И у нее была полностью инициатива в этой войне. Но чтобы продолжать это контрнаступление, ей не хватило оружия. Безусловно, именно аргумент против бесконечной войны и бесконечной поддержки и состоит в том, чтобы дать как можно больше и как можно скорее и как можно более дальнобольное мощное оружие Украине сейчас, чтобы она смогла победить и разгромить российскую армию в конечное время. Это самое простое. Юрий Фельштинский, как вы объясняете эту крайне медленную реакцию администрации Байдена на просьбы о расширении помощи? Ведь с начала войны минул год. И эта помощь все еще движется, ну, можно сказать, микроскопическими шажками. От управляемых ракет «Хаймарс», которые помогли украинской армии одержать победы прошлой осенью, до противоракетных комплексов «Патриот», которые она все еще не получила, и до обещанных в будущем танков «Эйбрамс». И США все еще не решаются предоставить Украине дальнобойные ракеты, военные самолеты, которые, как говорят военные эксперты, могли бы в корне переломить ход войны в пользу Украины. Я думаю, что по двум причинам. Первое – это боязнь спровоцировать ядерный конфликт. Наличие ядерного оружия – это, безусловно, очень важный, может быть, даже самый важный фактор, по которой не оказывается полномасштабная помощь Америке и Европе в Украине с первого дня. И вторая причина – НАТО тянет время, чтобы лучше подготовиться к неизбежному, открытому, прямому столкновению с Российской Федерацией. И неизбежность этого столкновения, как мне кажется, с каждым днем очевиднее всем. Юрий Ермагаев, мне все-таки кажется, что это очевидно далеко не всем, что возможности такого столкновения предупреждают пока немногие наблюдатели, опасающиеся применения России ядерного оружия. Я бы не сказал, что это неизбежно никак, но я бы сказал, что это возможно. Что касается всех этих объяснений, один из аргументов – это то, что слишком интенсивная поддержка может привести к эскалации со стороны России. Но все ровно наоборот. Эскалация порождается слабостью, а не силой соперника. И, безусловно, дальнейшие победы Украины снизят возможность такой эскалации и возможность ядерного удара. И это очень просто, потому что чем слабее твой противник, тем ниже его мораль, тем ему труднее что-то эскалировать. И чем больше побеждает Украина, тем будет слабее становиться власть Путина. А чем слабее власть Путина, тем меньше возможности, не желание его, а возможности осуществить ядерный удар, потому что при ослаблении его власти, даже если он задумает отдать такой приказ, его просто не будут исполнять. Так что все эти аргументы ложные. И объяснение их – это простая трусость. Проблема в том, что сейчас Западом в основном управляет бюрократия. В бюрократию обычно смелые люди не идут. Поэтому самый элементарный фактор трусости сильно влияет на все эти решения. А вот сильных лидеров политически нам не хватает. И вот простой пример один из немногих таких был Борис Джонсон в Англии, который как раз был лидером поддержки Украины. И очень много для этого сделал. И даже сейчас, не будучи премьер-министром, он продолжает ратовать за то, чтобы Украине немедленно дать все необходимое оружие. И то же самое говорит большинство наших генералов, которые в основном люди более смелые и решительные, чем бюрократы. И я думаю, что вот этим простым фактором объясняется очень много. Мы вернемся к разговору с Юрием Фельштинским и Юрием Еремыгаевым. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в «Эппл», «Гугл», «Спотифай» и в других приложениях. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Крепкали поддержку Украины в США. Мои сегодняшние собеседники Юрий Ермагаев и Юрий Фельштинский. Юрий Фельштинский. То, что наш собеседник называет трусостью, ведь можно вполне назвать свойственной политикой осторожностью. Как вы думаете, что потребуется для того, чтобы администрация Байдена в конце концов оказала Украине поддержку самолетами, ракетами, всем необходимым для победы? Или до этого дело может не дойти? Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что я с Юрием абсолютно согласен. Я назвал причину, по которой Запад боится оказывать помощь, ядерную угрозу. Но при этом сам-то я не считаю, что с этим фактором нужно считаться. Если бы Путин готов был использовать ядерное оружие, наверное, он давным-давно бы это сделал, а не вел бы безуспешно войну почти год и не клал бы на поле битвы 100 тысяч или больше российских солдат. Политики, конечно, пытаются быть осторожными, пытаются не делать резких движений. И Борис Джонсон был в этом смысле приятным исключением. Я думаю, что последние вот события, да, разрешения, допустим, на поставку танков немецких в том числе, это некий принципиальный момент. Дело даже не в том, что там 14 леопардов окажутся в Украине. Дело в том, что в Европе уже есть порядка двух тысяч западных современных танков, раскиданных по странам НАТО. Поэтому разрешение на поставку этих 14 танков открывает шлюзы для поставок оружия. И то же самое произойдет со всем остальным. И мы скоро увидим, да, и разрешение на поставку самолетов типа F-16. Мы увидим поставку дальнобойного оружия и ракет дальнего радиуса действий. Пока Украине не разрешат вести эту войну как наступательную, пока Украине не дадут оружие, которое можно использовать для ведения наступательной войны, эта война действительно не закончится. Потому что пока что делается все, чтобы Украина держала удар, но не делается ничего, чтобы Украина сумела переломить ход этой войны и заборонительно сделать себя наступательной. Как только Запад примет это решение, а это политическое решение, ход войны станет другим. И я, в общем-то, ну, может быть, это чуть-чуть опрометчиво, но я с первого дня войны утверждал, что если НАТО в эту войну вступит открыто, то эта война закончится через две недели. Сейчас даже НАТО не нужно открыто вступать в войну, потому что после года войны стало понятно, что у Украины есть самая боеспособная армия в Европе, и у Украины есть готовность защищать свою страну. Поэтому солдаты НАТО в буквальном смысле не нужны, а вот все остальное нужно. Юрий Ермогаев, газета «Вашингтон-Пост» публикует на днях статью, из которой следует, что президент Байден и его окружения не убеждены в том, что им в будущем удастся сохранить нынешний уровень поддержки Украины и призывают Киев добиться успехов на поле боя как можно быстрее. Создается впечатление, что вопреки прогнозу Юрия Фельштинского, Украина может и не получить желаемого, и уровень помощи может снизиться. Конечно, всю поддержку, которую до сих пор получила Украина, обеспечила она себе сама своими победами. Это главный залог продолжения и усиления поддержки. Это, конечно, замкнутый круг, как мы понимаем, потому что Украина остановила, в общем, по сути, приостановила свое контрнаступление именно из-за того, что у нее не было оружия достаточно, а с другой стороны, теперь ей говорят, что, может быть, труднее будет давать оружие, потому что она не одерживает в последнее время достаточных побед. Юрий Фельштинский вслед за «Вашингтон-Пост», близкая демократам «Нью-Йорк Таймс» публикует комментарий, где говорится о том, что в затяжной войне Украина проиграет. Хотя бы в силу несоразмерности людского и экономического потенциала двух стран и в интересах этих двух стран поиск мирного соглашения, чему и должна способствовать администрация Байдена. Можно предположить, что такая публикация порадует Кремль. Но стоит ли за ней усматривать нечто большее, чем мнение конкретного автора? Ну, во-первых, если я правильно помню, он в основном исходит из опыта Первой мировой войны, этот автор. А во-вторых, по-моему, это тот же автор, который написал, что Россия имеет все права иметь выход к Черному морю и вообще имеет право на захват территории, потому что вот она такая Россия. И да, вот Путин считает, что без Украины Россия не выживет. А если Путин так считает, то надо ему Украину отдать. Эта логика, мягко выражаясь, не выдерживающая критики. И оппозиционная война, да, невыгодна Украине, потому что Россия, во-первых, больше Украины по численности населения, а главное, потому что России как бы плевать на то, сколько народу она своего теряет, а Украине нет. И Путин плевать на то, сколько людей гибнет в Украине и в России, а Зеленскому нет. Юрий Ермогаев, какой сценарий развития событий вам кажется сегодня наиболее реалистичным? Реальность в большой степени зависит от политических решений, как мы говорили. Чрезвычайно важно, чтобы Америка как можно скорее поняла, что это ее война. Что это война между тоталитарным альянсом, в который с одной стороны входит Россия, Китай и Иран, и демократическим миром, возглавляемый Америкой и НАТО. И что Украина главный союзник и главная страна, которая принимает на себя со стороны демократического мира этот удар тоталитарного альянса. Поэтому, первое, это все необходимо совершенно понять, принять и сделать политическим решением. И не говорить о том, что есть где-то какая-то война какой-то страны Украины, причем тут мы. Как только мы определяем эту ситуацию, мы снимаем очень много вопросов, и из него следует много практических решений, включая предоставление оружия. Второе, надо понять, что единственный вариант окончания этой войны – это полная победа Украины и разгром российской армии. Другого варианта нет. Все, кто призывают к дипломатическому урегулированию этого конфликта, они понимают, что он принципиально невозможен. И невозможен он хотя бы по той причине, что договариваться о таком решении некому. Ни у Путина, ни у Зеленского нет никаких полномочий идти на какие-либо компромиссы. Путин ограничен своей идеологией. Зеленский, как президент демократической страны, ограничен волей своего народа и тоже не может ни на что идти. Поэтому такие переговоры просто невозможны принципиально, и дипломатического урегулирования этого конфликта не существует. То есть единственный вариант – это победа, и победа Украины полной. Юрий Фельстинский, я еще раз хочу сослаться на публикацию «Вашингтон-Пост», согласно которой американские военные считают, что у Украины не будет достаточно сил, чтобы освободить Крым. И они призывают Киев сосредоточить усилия на подготовке мощного наступления, одержать важные победы, естественно, по возможности на поле боя, и потом все-таки приступить к переговорам с Россией. Реалистичный сценарий, с вашей точки зрения? Ну, переговоры, мне кажется, абсолютно невозможны, и переговоров не будет, и эта война не кончится через переговоры. Переговоры со стороны России, вернее, вбрасывание информации о том, что Россия готова на переговоры, это абсолютная дезинформация и такой хитрый маневр, потому что в минуту, когда украинская сторона, допустим, садится за стол этих переговоров, Россия, собственно, уже достигла самого главного, признания того, что Украина готова о чем-то разговаривать с Россией. Поэтому этого не будет, потому что Путин не хочет частичную Украину, Путин не хочет только аннексированной территории, Путин хочет всю Украину. А на самом деле Путин хочет еще и Молдову, а на самом деле Путин хочет еще и Прибалтику. Поэтому я не верю в возможность переговоров, как не было возможности начинать переговоры с Гитлером после, скажем, 1 сентября 1939 года. Время переговоров с Путиным прошло. У него были прекрасные условия, которых он добился для России на период до 23 февраля 1922 года. Россия реально захватила Крым. Россия навязала Украине минские соглашения, которые были удавкой на шее Украины. Россия вела позиционную войну в Донбассе, что гарантировало, естественно, не вхождение Украины реально ни в НАТО, ни даже в Евросоюз. То есть вот все эти блестящие, в кавычках, достижения российской внешней политики Путин сам похоронил 24 февраля, потому что ему нужна была вся Восточная Европа. И он на той же позиции сейчас остается. Он с нее не сдвинулся. Это очень важно понимать. За вот этот год войны никаких изменений целей российской внешней политики, исходных, не произошло, несмотря на то, что война идет уже год, а не две недели, как ожидалось, несмотря на то, что погибли сотни тысяч людей с двух сторон, никаких изменений, повторяю, российской внешней политики не произошло. И произошло изменение в риторике. Теперь это не война против Украины, а война с НАТО. Что так и есть. Россия 24 числа начала войну с НАТО. Вопрос в том, сможет ли НАТО удержать эту войну в границах российско-белорусско-украинского конфликта. Я думаю, что нет. И что, несмотря на вот эту позиционную, затяжную и тяжелую для России войну, Путин пойдет на усиление уровня агрессии. И я не исключаю, что войска, которые мы вот сейчас видим и увидим еще в Беларуси, могут быть использованы для наступления на фоне незаконченной войны в Украине. Я подчеркиваю, для наступления во страны Балтии. Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, на Тьюн-Ин, на канале подкастов Радио Свобода. Загружайте «Американские вопросы» на всех доступных вам платформах подкастов. Всего доброго. До следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин